В северной столице России Общественный совет при управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в торжественной обстановке вручил руководству следственного изолятора номер 5 13 новых телевизоров. Теперь осужденные и подследственные получат возможность смотреть добрые фильмы и программы, которые помогут им взглянуть на мир разумно и ответственно. Для женщин и для несовершеннолетних, которые содержатся здесь под стражей, в этом изоляторе специально были отремонтированы комнаты и данные телевизоры как раз будут размещены в местах, где они находятся и содержатся. От лица Общественного совета передаю вам данный сертификат, который подтверждает вручение 13 телевизоров. Надеемся, что они помогут и в воспитательной работе, и в донесении полезной информации, направленных на правильные социальные ориентиры. Общественный совет предоставил женщинам и подросткам, находящимся под стражей, высококачественный контент – телепередачи, свободные от насилия и безнравственности. Сотрудники системы исполнения наказаний высоко оценивают реализованные инициативы Общественного совета, которые делают жизнь за колючей проволокой добрее и человечнее. Мы всегда очень рады, когда это находит должный отклик и в сердцах обычных граждан, и в государственных структурах, когда есть понимание и особенностей службы, и сложности работы с теми людьми, которые отбывают наказание. Естественно, внимание. Чем больше средств и сил мы с вами вкладываем в тех людей, которые содержатся в наших учреждениях, тем безопаснее мы с вами себя чувствуем в дальнейшей нашей гражданской жизни. Забота и память о людях, отбывающих наказание, в дореволюционной России была нормой вещей. Фактически такое поведение является следованием Завету Христа, помнить о заключенных в темницах. Слава Богу, в наши дни такая традиция, основанная на слове Спасителя, жива и находит отклик и поддержку у общества и институтов государства. Михаил Богданов, Егор Козлов, ТБН